Расстояние от точки до плоскости в кубе. Не было у нас еще такого. Значит, от середины отрезка, да, это будет какая-то точка до плоскости AB1D1. И все в единичном кубе. Это удобненько. Да, как обычно, сначала ставьте видео на паузу и пытайтесь решить самостоятельно. Только потом смотрите разбор. Так, собственно, что будем делать? Мы будем, прежде всего, естественно, строить куб. Долго и упорно. Так, что-то вот такое. Что-то вот такое. Есть у нас основание. Да, ладно, так оставим. Так вот сделаем. Значит, есть у нас основание. И сатакуба будет какая-то вот такая. И так. Так, хорошо. Нужно нам найти расстояние от середины BC1. Вот это у нас BC1. Назовем середину точкой О. До плоскости AB1D1. Да. AB1D1. Ну, давайте думать. Значит, что должно произойти здесь? Расстояние от точки до плоскости. Так. Расстояние от точки до плоскости является длина перпендикуляра, опущенного из этой точки до этой плоскости. То есть, это достаточно понятная штука. Вопрос единственный. Где вообще этот перпендикуляр лежит? Как мне его построить? Тут есть некий перпендикуляр OH. Из точки О к плоскости AB1D1. Надо как-то его построить, как-то его длину вычислить. Да. Так. Значит, как мы это будем делать? Ну, идея следующая. Смотрите. Вот надо понимать, что у меня есть уже нечто в кубе перпендикулярное такой плоскости. Есть такая базовая задача, опорная, я бы даже сказал, задача, которую нужно в кубе уметь решать. Задача о том, что диагональ куба, значит, диагональ куба, выходящая из какой-то вершины, сейчас я сформулирую словами, сначала сложно сформулировать словами, диагональ куба, выходящая из какой-то вершины, нет, выходящая, это не гимнатрическая. Значит, диагональ куба с концом в какой-то вершине перпендикулярно плоскости построенной на концах ребер, выходящих из этой вершины. Выходящих из этой вершины. Ну, короче, ладно, сложно это формулировать словами. Бросаю попытки. Значит, такая диагональ перпендикулярна такой плоскости. Она еще и перпендикулярна вот такой плоскости. Вот, но это неважно, потому что здесь этой плоскости нет. Вот. А тут есть еще один момент. Значит, ну вот, на самом деле, я сказал про эту плоскость. Но когда я ее нарисовал и сказал уже, что это неважно, ну, понял, что на самом деле это важно. Смотрите, есть еще вот такой вот момент. Вот такая плоскость dbc1, она тоже перпендикулярна этой диагонали a1c. Вот. Это мы вот все о той же задаче говорим, да? То есть это просто плоскость симметрична, b1, d1. Очень легко, кстати, доказать, что эти плоскости параллельны. Давайте это сделаем, собственно. Достаточно, не знаю, не то чтобы очевидно, но мне кажется, любой справится с тем, чтобы доказать, что вот эта вот диагональ параллельно этой диагонали. Да, хотя бы для этого стоит рассмотреть вот такой вот прямоугольник, и все станет понятно. Вот. Аналогично такая диагональ параллельно такой диагонали. Чтобы это доказать, рассмотрим вот такой вот прямоугольник. Вот. Таким образом, две пересекающиеся прямой одной плоскости параллельно двум пересекающимся прямой другой плоскости плоскости параллельно. Вот. То есть, смотрите, есть у нас некая диагональ a1c. Есть две параллельные плоскости, которым эта диагональ перпендикулярна. Теперь самое классное, что точки пересечения этой диагонали и этих плоскостей, вот эту диагональ делят на три равных отрезка. Окей? На три равных отрезка. Значит, у меня диагональ a1c равна корень из трех. Так вот. Теперь получается, что каждый из этих отрезков, да, a1k, тут ch, пусть будет, a1k равно kh, равно ch, равно ch, равно корню из трех на три. Вот. Да, отлично. И вот расстояние от точки O до плоскости a1b1, оно как раз-таки равно kh. Почему оно равно kh? Потому что, смотрите, еще раз, вот такие две плоскости a1b1 и bc1b, да, они параллельны между собой. А значит, расстояние от любой точки этой плоскости до другой плоскости просто равно расстоянию между плоскостями. Окей? То есть, расстояние от точки до плоскости я могу легко свести к расстоянию между двумя плоскостями. Значит, bc1d и b1a1, да, а b1d1, мы ее так всегда называли. Вот. А это расстояние равно просто третьей диагонали, да, то есть, как раз-таки корень из трех на три. Вот все, вот это ответ, на самом деле, к задаче. Вот. Так, осталось только вот с этими утверждениями поработать. Значит, давайте потихонечку начнем сначала с того, что докажем, что a1c действительно перпендикулярна всем вот этим вот плоскостям, которые мы обозначили, да. Значит, a1c у нас почему перпендикулярна, например, плоскости a, b1d1. То есть, это такая опорная задача базовая, которую нужно уметь каждому доказывать. Ну, давайте размышлять. Значит, нам нужно доказать перпендикулярность прямой и плоскости. Что у нас есть для того, чтобы доказать перпендикулярность прямой и плоскости? Ну, разумеется, признак перпендикулярности прямой и плоскости. Состоит он в том, что если эта прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым этой плоскости Перпендикулярна всей плоскости Давайте в качестве пересекающихся прямых рассмотрим, например, АВ1 и Д1В1 То есть задача свелась к чему? Слась к тому, чтобы доказать, что А1С, диагональ куба, перпендикулярна диагонали его грани Ну не любой диагональ его грани, а именно такой вот скрещивающийся с ней диагональ грани Значит, надо доказать это Так, А1С перпендикулярна АВ1 Давайте это теперь докажем Ну, не знаю, как у вас У меня возникает подозрение, что здесь нужно как-то, наверное, использовать теорему от трех перпендикуляров Возникает у вас такое подозрение То есть, когда вы видите вот такую конструкцию Надо, наверное, как-то эту теорему от трех перпендикуляров использовать Давайте думать Значит, мне нужно как-то спроецировать А1С на какую-то плоскость, в которой лежит АВ1 Ну, собственно, что мне еще надо сделать? Надо А1В провести Вот еще раз Давай аккуратненько А1В Вот смотрите Значит, А1В Это проекция А1С на АВВ1 Вот Теперь А1В перпендикулярна АВ1 Ну, потому что это просто две диагонали Две диагонали Квадрата Господи, слово квадрата забыл Значит, А1С перпендикулярна АВ1 Вот Ну, получается у нас, смотрите Проекция перпендикулярна некой прямой Значит, и наклонная тоже перпендикулярна этой прямой По ТТП, да То есть А1С перпендикулярна получается А1С перпендикулярна АВ1 По ТТП Вот Значит Окей Окей А1С перпендикулярна АВ1 Аналогично я могу доказать Что А1С А1С перпендикулярна Д1В1, да То есть, как я это сделал Я говорю, вот у меня А1С Вот у меня проекция А1С на плоскость верхней грани То есть А1С1 Получается, проекция это перпендикулярна вот такой прямой А значит, и наклонная перпендикулярна такой же прямой Вот аналогично А1С перпендикулярна Д1В1 И все хорошо Окей Да, А1С перпендикулярна Д1В1 Окей Отсюда следует, смотрите А1С перпендикулярна АВ1 А1С перпендикулярна Д1В1 А значит, А1С Перпендикулярна всей плоскости АДАВ1Д1 Вот, все, доказали То есть мы доказали вот эту опорную задачу о том, что у нас диагональ перпендикулярна к плоскости, приходящей через концы ребер с общей вершиной То есть будет так Концы ребер с одной общей вершиной Да Окей Доказали мы этот факт Теперь аналогично, можно сказать, мы докажем, что оно перпендикулярно БЦД Вот остался один последний факт Осталось доказать, что вот это вот верно А1К равно КАЖ равно ЦАЖ Так, как бы нам это сделать теперь, что здесь три одинаковых, три равных отрезка Ну, для этого надо просто вычислить А1К Вот, и показать, что оно равно 1 третье А1С ЦАЖ будет аналогично тоже 1 третье А1С И тогда у нас получится все То есть, если вся диагональ Д Не надо просто показать, что здесь Д на 3 Здесь аналогично тоже будет Д на 3 И тогда на КАЖ тоже останется Д на 3, да То есть третья диагональ Ну, так вот Как мы это сделаем теперь? То есть, я такое беру и говорю, да, надо просто вычислить А1К Это действительно просто сделать, но здесь есть хитрость одна Значит, для того, чтобы вычислить А1К Я поступлю следующим образом Я скажу, что рассмотрим пирамиду А1АБ1Д1 Значит, пирамида Пирамида А1АБ1Д1 Чем эта пирамида хороша? Ну, это по факту вообще тетрайдер Надо было, наверное, написать все-таки тетрайдер А1АБ1Д1 Ну, это неважно Значит, чем тетрайдер хорош? Тем, что я могу что угодно основанием считать Если я посчитаю основанием вот эту вот верхнюю грань То площадь это А вот площадь Объем этой пирамиды это 1 треть А1А на площадь вот такого вот треугольничка С другой стороны, объем той же пирамиды это 1 треть А1К на площадь вот такого вот треугольничка Вот, и это Поможет мне А1К найти То есть, я записываю, что с одной стороны 1 треть А1А То есть, единица Умножить на площадь вот такого вот треугольника Что такое площадь такого треугольника? Это, естественно, площадь половины вот такого квадрата А квадрат имеет площадь 1 То есть, 1 треть на 1 на 1 вторую 1 треть на высоту на площадь основания Здесь у нас 1 вторая Так, равно Равно 1 треть умножить на А1К На площадь вот такого треугольника Вот, ну тут единственное Надо немножечко попотеть и вычислить площадь Равностороннего треугольника Я, опять же, верю, что Каждый, кто смотрит мой канал С этим справится Если не справитесь, кстати Пишите в комментариях Вот, я постоянно вот такие элементарные моменты пропускаю Может, их не надо пропускать Может, повторять нужно Может быть, вам это полезно Значит, А, В1, Д1 Имеет какую площадь? Значит, корень из 2 в квадрате Корней из 3 на 4 Вот такой вот Все, отлично Записали Уравнение Теперь давайте его, собственно, решим Здесь будет 1 треть 1 треть сократится Корень из 2 в квадрате Это 2 2 четверти Это тоже 1 вторая То есть у меня слева 1 вторая Справа 1 вторая Она тоже сократится Вот, я все это сокращаю И остается А1К равно вот этой единице Делить на вот эти корень из 3 Вот этот корень из 3 1 на корень из 3 Ну, то есть корень из 3 на 3 Другими словами То есть другими словами Диагональ на 3 Так, я, кстати, все это время В уме держал Что А1С, да, диагональ Равна корню из 3 Но, по-моему, это нигде не проговорил А, я проговорил все В самом начале проговорил Вот Все, мы получили таким образом Что отрезок А1К Равен диагонали на 3 Ой, Господи Вот он, этот отрезок Так, курсор пропал Ну, короче Вот этот отрезок А1К Равен диагонали на 3 Хорошо Аналогично я смогу сказать Что CH тоже диагональ на 3 А значит и KH тоже диагональ на 3 Вот, все То есть KH у нас корень из 3 на 3 А мы уже сказали Что KH это расстояние От точки до плоскости Потому что расстояние Между плоскостями А, ну, единственное еще в этом доказательстве Вам нужно будет доказать Что плоскости между собой тоже параллельны AB1D1 и BC1D Вот такая вот задача Это очень важная задача Вот эта конфигурация в кубе Ну, ее очень важно понимать Потому что можно придумать кучу разных вариантов Этой задачи То есть смотрите Вам не говорят Найти, да Вот именно вот этот отрезок Ашка То есть здесь можно задачу по-разному формулировать То есть я могу сформулировать ее Как найти расстояние от этой точки О До плоскости AB1D1 Я мог бы сформулировать ее Как найти расстояние от точки С1 До плоскости AB1D1 Всегда получился бы Получался бы один и тот же ответ И всегда можно было бы сводить Вот к этой вот диагонали Ну, к третьей диагонали, да К отрезку Ашка Вот Это очень Поэтому базовая важная задача Ее нужно понимать От начала и до конца Я надеюсь, я тут понятно все объяснил То есть я вообще на самом деле От мысли к мысли прыгал Мы могли запутаться Если запутались То перемотайте Посмотрите еще раз Так, теперь, естественно, возникает вопрос После того, как мы получили ответ Можно ли Это все решать Методом координат Да, конечно, можно И нужно даже В этой задаче Это будет очень просто Итак, напоминаю Мы ищем расстояние от точки до плоскости Давайте заново выполним чертеж Итак, расстояние у нас Вот в таком кубике От вот такой Точке До Вот такой плоскости А, В1, Д1 Заново И вот она плоскость Как мы будем вводить Систему координат? Конечно же, мы будем ее вводить Так, чтобы у нас А оказалась в начале координат Потому что таким образом Мы упростим для себя Уравнение плоскости А, В1, Д1 Так, Y, X, Z Что нам нужно? Нам нужно будет Координаты точки А 0, 0, 0 Очень просто Координаты точки В1 А, 0, нет, 1, 0, 1 Потому что по оси X Мы, получается, сместились на 1 По оси Y мы никуда не смещались То есть туда мы не ходили И вверх на 1 еще ушли По оси Z Это, я надеюсь Координаты вы уже Более-менее воспринимаете Так, D1 Это 0, 1, 1 И есть точка О Координаты которой Вот, кстати, если не ставили До этого видео на паузу Или ставили, но решали Не методом координат Вот здесь вот остановитесь И сами попробуйте понять Каковы координаты точки О Я замечаю, что у людей Возникает очень много вопросов По методу координат Именно по этапу нахождения Координат точек Вот этот этап нужно Ну, научиться до автоматизма Доводить, да Просто довести до автоматизма Нужно Точь просто делается Значит, у точки О Какие координаты? Смотрите Чтобы дойти до точки О По оси X сместился на ребро куба По оси Y я на пол ребра сместился И по оси Z я еще на пол ребра сместился То есть получается Что координаты 1 1, 2, 1, 2 Вот Итак Что мы делаем? Пишем уравнение плоскости AB1, D1 То есть здесь задачу Которую я решаю Мне кажется Каждый В каждом втором разборе Значит Плоскость AB1, D1 Имеет какие координаты? А, какое уравнение? Значит В общем виде Оно вот такое Плюс Z, плюс D Равно нулю Дальше Мы подставляем координаты точки А 0, 0, 0 Нам дает D равно нулю Вместо X, Y и Z Подставляем координаты точки А Я напоминаю Получается А на 0, B на 0, C на 0 Плюс D равно 0 Значит D равно 0 Далее То же самое Только будет B Плюс C равно 0 Так Отсюда Какие выводы? А это минус C И B это минус C То есть уравнение имеет вид Минус CX То есть я пишу то же самое Подставляю вместо A Минус C Минус CY Плюс CZ И D равно 0 Значит это все равно 0 Делим все на минус C Вот наше уравнение Теперь Есть точка О С такими координатами Так вот Расстояние от Некой точки Как бы M С координатами X1, Y1, Z1 До некоторой плоскости С уравнением AX плюс BY Плюс CZ Плюс D равно 0 Просто полностью записываю уравнение Полностью записываю формулу точнее Вычисляется следующим образом Вы подставляете В уравнение плоскости Просто координаты точки Вместо X, Y, Z Поставляем X1, Y1, Z1 Подставляем Все это записываем по модулю Плюс CZ1 Плюс D Все это записываем по модулю И делим все на так называемый Нормировочный коэффициент Если вы замечали У нас вообще-то Практически Во всех Ну во многих по крайней мере формулах Вот этот вот коэффициент возникает Коренью суммы квадратов Это длина вектора Да, если призадуматься Так вот Такое расстояние Ну значит все Находим расстояние от этой точки До этой плоскости Все Расстояние от точки О до AB1, D1 Равно Значит 1 Плюс 1, 2 Минус 1, 2 Это я подставил Вот это вот Вот сюда Делить на корень из Значит 1 Плюс 1 Плюс Минус 1 в квадрате Плюс 1 Еще раз 1 Плюс 1 Плюс 1 Это Так Это равно Единице Деленной на корень из 3 Ну и видим, что получается Ровно такой же ответ Единица на корень из 3 Там у нас получалось Д на 3 Это корень из 3 На 3 В общем да Такой же ответ Видите методом координат Это делается очень быстро Очень удобно То есть Если вы умеете легко вычислять координаты точки Умеете Быстро составлять уравнение плоскости Умеете Узнаете точнее просто формулу расстояния От точки до плоскости То Очень быстро решите эту задачу Значительно быстрее Чем классический метод Но классический метод Супер важен Здесь Его надо понимать Он вообще в принципе Ваше понимание стереометрии Вот эта одна задача Прямо она супер важна Она критична Просто для понимания Все стереометрии Для понимания Ну конкретно куба Вот для того Чтобы понимать Что в кубике Много чего такого Интересного творится Надо уметь доказывать Что вот эта вот А1С Перпендикулярна Такой плоскости Вы там тренируете Теорему о трех перпендикулярах И признак параллельности Плоскостей Мы здесь с вами повторили Поэтому я настаиваю на том Чтобы вы разбирались Все-таки С классическим решением Прежде всего А метод координат Он есть Итак Пишите вопросы в комментариях Если они у вас возникли Ставьте лайк этому видео Если вам понравилось Если не понравилось Кстати напишите Что не понравилось Чего было не так Могли Кстати Могло не понравиться То что я Классический метод Как-то немного сумбурно Рассказывал То есть я там прыгал От идеи к идее Но вроде Я старался все-таки Донести все Значит Подписывайтесь Обязательно на канал Потому что Я на этом канале Выпускаю 3 видео в неделю Точно Вот А это Разборы 14, 16, 18 Задач Это Самые сложные По статистике Задачи ЕГЭ Да Есть еще 19 Задача Она тоже по статистике Сложная Ее я тоже разбираю Просто не так регулярно Вот И вообще В принципе На канале Разборы сложных задач Выходят То есть я разбираю Только то Что посчитал Что-то интереснее Чем сложнее Чем какие-то базовые Другие задачи Короче Подписывайтесь Жмите на колокольчик Чтобы не пропустить Новые видео И до встречи На следующем разборе Субтитры создавал DimaTorzok